В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батареи салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине Фаербах на парковке у ТРЦ Премьер. Ну а сейчас пришло время подвести итоги уходящего дня. О самых важных и ярких событиях вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». И вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. И снова платные парковки. На каких еще улицах не получится оставить машину бесплатно? Все на лед. В Рязани, наконец, зальют каток. Рязанские спортсмены вернулись с первенства России по джиу-джитсу. В среду 10 января прошло первое заседание весенней сессии Государственной Думы. Началось оно с неприятного происшествия. А именно у 30 депутатов от фракции ЛДПР исчезли карточки для голосования. В итоге недоразумение разрешилось, и они смогли осуществить голосование. В ходе данной сессии депутатам Государственной Думы предстоит рассмотреть множество законопроектов, многие из которых касаются земельной политики. В частности, правительство предложило принять закон, по которому банки могут получить право без суда изымать землю сельхозназначения, находящуюся в залоге в случае нарушения условий договора кредитования. Те крестьяне, которые сегодня имеют небольшие земельные участки и вынуждены будут обратиться в банк, чтобы попросить у них кредит. Если банк выдает кредит, который будет меньше рыночной или кадастровой стоимости этой земли в пять раз, то они потом могут этой земли просто-напросто лишиться. И потом эта земля будет за копейки на публичных торгах банками перепродана крупным агрохолдингам. Вот таким образом, через банковские структуры, агрохолдинги получат возможность, если такой закон будет принят, просто-напросто у малых христианско-фермерских хозяйств, от которых ничего, кроме этой земли, в залог у банков нельзя было дать, просто-напросто через банковские структуры эту землю, извините меня, отжимать у малых христианско-фермерских хозяйств. Кроме того, фракция ЛДПР предложила принять закон о единовременной безвозмездной субсидии на приобретение жилья многодетными семьями. Платных парковок в Рязани станет больше. Они начнут свою работу на второстепенных улицах центра города с 15 января. Где конкретно нельзя будет просто так оставить машину, и как на это отреагировали рязанцы, узнал Валерий Седов. Раньше водители сворачивались с центральной улицы, чтобы поставить свой автомобиль на стоянке где-нибудь во дворе или на второстепенной дороге. Теперь же у них нет и такой возможности, ведь количество платных парковок в городе увеличивается. Так, с 15 января в Рязани откроется порядка 900 платных парковочных мест на 11 участках дороги. Досталось даже бульварному и газетному переулкам. Здесь многие водители уже привыкли оставлять свои машины. Оно и понятно недалеко от торгового центра и бесплатно. Однако в скором времени ситуация изменится. А пока что в бульварном и газетном переулках красуются обернутые полиэтиленом дорожные знаки. Новые платные парковки появились и в самых неожиданных частях города. Так случилось и на улице Полевой. Появление платных парковок на улице Полевой явление хоть и необычное, но, к сожалению, ожидаемое. Здесь уже установили дорожные знаки, которые пока что завешаны черным целлофаном, а также паркоматы. Но, к удивлению местных жителей, под платные парковки выделена не только эта часть улицы. Дорожное полотно под парковку разметили прямо перед частными домами. В скором времени остановка и на этом участке дороги также станет платной. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. Паркомат находится в 300 метрах от этой парковки, а таблички с номерами парковочных зон установлены лицом не к дороге, а к домам. Возможно, что со временем эти недочеты будут исправлены. Жители города на появление новых платных парковок отреагировали по-разному. Платные парковки также появились на улицах Радищева, Горького, Вокзальной, Чапаева, Яхонтова, Пролетарской и Урицкого. Они начнут функционировать с 15 января. Это второй этап формирования платного парковочного пространства в Рязани. Всего в рамках проекта запланировано появление около 3000 платных парковочных мест. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Роман Вихров. Телекомпания. Город. А тем временем продолжаются аварии с участием маршрутных такси. Утром в среду в сети интернет появились сообщения об очередном ДТП, произошедшем в Дашковой песочне. В районе улиц Новоселов маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. К счастью, пострадавших нет. Однако не только общественный транспорт не соблюдает правила дорожного движения. 9 января утром в Михайловском районе на автодороге у деревни Елизаветина произошло столкновение трактора с автомобилем УАЗ. По предварительным данным, 26-летний водитель трактора, выезжая с обочины на проезжую часть, не убедился в безопасности маневра, результат чего совершил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 51-летнего мужчины. В результате происшествия травмы получила пассажирка автомобиля УАЗ, ей была оказана медицинская помощь. Еще в 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. Оказалось, что по ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от них. По словам министра труда и социальной защиты России, в действующей корзине перебор хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, мало мяса, рыбы, овощей и фруктов. Главная задача новой потребительской корзины – приблизить набор продуктов питания к оптимальному. Обо всех возможных нововведениях расскажет Валерий Седов. 73 килограмма мяса в год вместо 58. Именно так звучит предложение министра труда и социальной защиты. Он предлагает пересмотреть потребительскую корзину и перераспределить все нормы продуктов. Так, количество мощных изделий предлагается сократить почти на 20 килограммов. Как диетолог я считаю, что белок нам всем необходим, потому что это основной строительный материал. Поэтому чем больше белка в рационе, тем лучше ваш иммунитет, тем меньше у вас риск набрать лишний вес. Это здорово. По словам министра труда и социальной защиты, нормы овощей и фруктов должны увеличиться практически на 40%. По мнению диетолога, это хорошая новость. Овощи и фрукты содержат клетчатку, которая помогает усваиваться белкам. К тому же они полезны и сами по себе. По рекомендации ВОЗ, количество овощей и фруктов в день должно быть не меньше 600 грамм. То есть, это три разных по своему виду фрукта и три разных овоща. Министр труда и социальной защиты предложил увеличить и количество молочных продуктов в потребительской корзине на 35 килограммов в год. По мнению экспертов, такое там просто также положительно скажется на здоровье. Молоко – это тот же белок. Количество яиц в потребительской корзине также изменится с 210 до 260 в год. По последним данным, яйца и молочные продукты уже давным-давно реабилитированы. И тот холестерин, который содержится в яичном желтке, он, в общем-то, полезен. Он не является террогеном. Там очень правильное соотношение, которое не приведет к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но, опять же, нужно, конечно же, во всем знать меру. Если говорить о яйцах, то 3-4 яйца в неделю никакого вреда совершенно не окажут. Это абсолютно нормально. В целом, предложение министра труда и социальной защиты по изменению потребительской корзины диетолог считает правильным. Но остается другой вопрос – о качестве самих продуктов. Но это уже совсем другая история. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Наконец, температура за окном опустилась ниже 0 градусов, а это значит, что у нас есть шанс насладиться зимними забавами. И если лыжи и санки пока все еще не актуальны, то коньки уже смело можно доставать. В эту пятницу в Рязани откроется первый и самый большой каток. На локомотиве сейчас с полным ходом идет подготовка к встрече первых гостей. Анна Герцовская побывала в спортивном комплексе в день заливки льда. Бесплатный вход на локомотив ожидает тех рязанцев и гостей города, которые в день открытия катка 12 января придут сюда с 3 часов дня до 6 вечера. В пятницу, как и во все последующие дни, над стадионом локомотив будет звучать музыка. В будни каток открыт с 3 часов дня до 21 часа, а в выходные с 11 утра до 21 часа. При этом дозаливка и выравнивание льда будет происходить ежедневно. Руководители спорткомплекса решили, что каток будет работать ежедневно без собственных выходных, чтобы горожане смогли вдоволь покататься, так сказать, компенсировать позднее появление зимы. Лед заливается старым дедовским способом. Как вы видите, это два работника и шланг. Ребята меняются через каждые 4 часа. Заливка идет при хорошей погоде круглосуточно. Заливаем мы уже давно в эту зиму. Начали конец ноября, потом все растаяло, декабрь и вот сейчас уже третья, скажем, заливка, которая идет уже с воскресенья без остановки. К пятнице готовы открываться. Сейчас идут последние приготовления. Заливка льда осложнилась тем, что в городе совсем нет снега. Но именно на локомотиве с ноября накопилась небольшая снежно-ледяная подушка, которая и позволит создать покрытие в срок. В этом году на спорткомплексе появилось более 50 пар новых коньков с мягким и теплым материалом внутри. Чем они хороши для нас, это тем, что конек, сам ботинок и конек это все литое. При съеме с ноги конек сам от ботинка не отрывается. В коньках, которые у нас еще, скажем так, они фигурные коньки, больше даже, скажем, женские коньки. При их съеме с ноги отрывается пятка вместе с коньком и, соответственно, мы эти коньки уже выкидываем. Не имеет значения новые или старые фигурные коньки. По каким-то причинам часто люди не до конца развязывают шнурки, что и приводит к поломке оборудования. Так что новые хоккейные коньки будут служить намного дольше. Таким образом, удастся и сэкономить необходимые средства для дальнейшего развития стадиона. Ведь уже в прошлом зимнем сезоне на локомотиве был введен в эксплуатацию построенный с нуля корпус. Он заменил старое помещение. Теперь раздевалка, гардероб, пункт выдачи коньков и кафе расположены в свежем безопасном охраняемом здании. Заточка коньков производится в другом помещении. Также на катке всегда готовы оказать медицинскую помощь. У нас сразу же на катке, непосредственно на прокате есть санитарная уже сумка и плюс у нас врач в комплексе, который работает постоянно. Плюс у нас постоянная связь с травматологией, которая находится буквально через забор. У нас все близко, но надеемся, что травм не будет. Ну а для того, чтобы не навредить себе и окружающим, необходимо знать простые правила. Этот стадион предназначен для массового катания. Исторически сложилось, что в основном здесь люди двигаются по кругу против часовой стрелки. Родители же с маленькими детьми катаются в боковых зонах. От фируэтов из экстремального и фигурного катания лучше отказаться, ведь с любой стороны могут подъехать люди. В хоккей же остается возможность здесь поиграть. Локомотив всегда открыт для различных игр и соревнований. Здесь даже проходили состязания по картингу на льду. В этом году, в ближайшие выходные, после Дня студента, который в России отмечается 25 января, на катке будет организована дискотека. Взять в аренду коньки очень просто. Нужно оставить в залог свой паспорт, водительское удостоверение или денежную сумму. Студенческий билет для этих целей не принимается. Час катания вместе с прокатом коньков обойдется от 50 до 200 рублей. Пока это единственный открытый каток в городе, на котором уже появляется окрепший лед. Но в скором времени вслед за ним, как за настоящим локомотивом, для рязанцев залют еще порядка 40 катков, в том числе на центральных улицах города. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Кому праздники, а кому спортивная борьба. С 5 по 7 января в Тверской области прошло первенство России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 и до 21 года, на котором более 700 спортсменов боролись за награды и путевки на главные международные старты 2018 года. Об успехах рязанских спортсменов расскажем в следующем сюжете. 13 медалей и 8 путевок на первенстве мира. Такой улов спортсменов из Рязани на первенстве России по джиу-джитсу. Всего же в Рязанскую область уехало 23 медали. 9 золотых, 3 серебряные и 11 бронзовых. Федерация джиу-джитсу была образована в нашем городе сравнительно недавно, в 2006 году. Сейчас в ней тренируется не одна сотня ребят и девушек, которые искренне любят спорт и планомерно добиваются высоких наград. Так, для Валентина Самохина эти соревнования стали далеко не первыми крупными состязаниями. Спортом он занимается более 11 лет и в разные годы он завоевывал две серебряные медали на первенствах мира и выиграл Кубок Европы. Однако, несмотря на то, что джиу-джитсу пока не олимпийский вид спорта, Валентину есть к чему стремиться. Пока что я борюсь до 18, сейчас до 21, уже второй год борюсь. Хочется, конечно, по мужикам, без ограничения возраста, занять тоже первое место. Хочется. Казалось бы, этот вид спорта, где ударная техника сочетается с борьбой, вот как раз для таких крепких, сильных ребят. Но нет. Среди спортсменов много девушек, которые наравне с мальчишками поднимаются на пьедестал победителей. Так Маргарита Якушкина в прошедших соревнованиях завоевала сразу две золотые медали в разных дисциплинах – файтинге и невазе. В спорт она пришла 8 лет назад. Начала с каратэ, а потом занялась джиу-джитсу. Причем весьма успешно, ведь чемпионкой России она становится уже в третий раз. Главное – это хотеть действительно всей душой и всем сердцем. Потому что когда вот хочется прямо изнутри, ты стараешься и делаешь все, и работаешь. И от этого, конечно, идет результат. Главное – себя не жалеть, трудиться, трудиться. То есть все отдавать. Ну, как бы все силы, я имею в виду. А вот Альбина Калина чемпионкой России стала впервые, хотя побед у нее тоже немало. В позапрошлом году девушка стала бронзовой призеркой чемпионата мира, а в прошлом – серебряной чемпионата Европы. У Альбины есть несколько правил, следуя которым она упорно идет к победам. Главное надо помнить, почему мы занимаемся. Это любовь к спорту, любовь к борьбе. Затем следующее правило – это уверенность в себе и в своих возможностях, и вера в свой талант, скажем так. И еще одно правило, можно так сказать, взаимодействие с тренером. Тренер и ученик. То есть должно быть доверие, взаимопонимание и, ну скажем, уверенность друг в друге. Действительно, отношения с наставником для спортсмена немаловажны. В Рязанской Федерации джиу-джитсу тренеры это понимают и стараются построить их на взаимопонимании. Создать такие условия, чтобы им было интересно и чтобы они приходили не просто отбывать время на тренировке, то есть именно давать и нагрузку, и планировать такие тренировки, чтобы, в общем-то, им самим было интересно. То есть это как бы основные моменты. Тренерский состав прошедшими соревнованиями доволен. Путевку на первенство мира получили те спортсмены, которые заняли первые и вторые места. Однако и у бронзовых призеров остается шанс попасть на мир. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязань привезут мощи апостола Петра и Павла и великомученика Пантелеймона. Мощи первоверховных апостолов Петра и Павла доставят из Иоанна Богословского монастыря в Пощупове в крестовоздвиженский храм Дашковой песочни 25 января. Святыня пробудет там всего несколько дней до 31 января. Встреча ковчега с частицами мощей состоится в 15.00. А уже с 1 по 13 февраля в крестовоздвиженский храм из Иоанна Богословского монастыря привезут еще одну святыню – частицу мощей великомученика и целителя Пантелеймона. Святой Пантелеймон, он был врачом при жизни, помогал людям, лечил разные болезни. И поэтому сегодня молятся ему в недугах различных. А святые первоверховные апостолы Петр и Павел – это первые в звании апостольском. Святые, которые очень много потрудились на распространение Церкви Христовой. И поэтому к ним обращаются миссионеры, священники, люди, которые сами учатся свидетельствовать о Христе, распространять Слово Божие. Но это совсем не значит, что святой занимает какой-то узкий сектор, за который он отвечает. Это уже надуманное мнение. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. «Премьер», павильон на парковке.